Меньше паники, больше сознательности. По мере распространения коронавируса в мире нарастают и панические настроения. Пандемия подступает к Перми, напряжение горожан растет. И пока врачи и власти постепенно ужесточают меры профилактики, психологи напоминают о необходимости поддерживать психическое здоровье. Об опасности стресса расскажет Татьяна Овсяникова. Пока в Прикамье регистрируют единичные случаи заражения COVID-19. Но, по словам Пермяков, они уже испытывают серьезный страх перед новым вирусом. Столько говорят про него. Сначала это я не боялась, а сейчас все уже жутко становится. На 50% боюсь. Люди говорят об этом, все врачи говорят. Поэтому боюсь, конечно. Если в мире такое творится, это же ужас. Это страшно. Действительно, к этому нужно относиться серьезно очень. Как показал опрос, имена обилия информации становятся основной причиной стресса. При этом психологи говорят, так происходит из-за фокусировки внимания на печальных деталях. Испытывая страх, человек не может смотреть на ситуацию широко и объективно. Редко концентрируется на положительных моментах. Поэтому быстро приходит состояние перенапряжения. И когда люди находятся в перенапряженном стрессовом состоянии, начинает страдать весь организм. Но в данном случае мы речь-то ведем именно о центральной нервной системе. А центральная нервная система, наша личность во время стресса, она естественным образом регрессирует. То есть переходит на этапы более раннего, более примитивного, более эмоционального варианта развития и взаимодействия с миром. И в этом состоянии человек начинает совершать поступки, исходя из эмоций. В общем, мозг отключается. Врачи советуют, чтобы избежать ненужных сейчас эмоций, важно фильтровать информацию. И помнить, что она может быть и искусственно созданной. Например, герой этого ролика, очевидно, жаждет продемонстрировать дефицит в магазине, которого на самом деле там нет. Смотри, что творит. И он это снимает, якобы это последнее, и он все покупает. Вот из-за таких кризис у нас и наступает. Смотри. А теперь он все назад будет раскладывать. Нормально? И таких фейков сейчас в интернете достаточно много. Специалисты рекомендуют – ищите информацию в проверенных источниках, не пренебрегайте правилами безопасности и рекомендациями врачей. А во всем остальном больше концентрируйтесь на положительных фактах. Пообщайтесь со своими детьми, с родственниками, не обсуждайте эту ситуацию, не читайте все-все-все, что пишут люди, комментарии и так далее. Потому что там очень много смешанной информации, много субъективных мнений, которые выдаются за данные. Сейчас есть информация о тех, кто излечился. Тогда читайте про это. То есть, как они излечились, что они сейчас являются донорами, то есть идет работа про положительные моменты. О том, что жить позитивно можно даже во время пандемии, говорит большое количество в сети эмористических роликов на тему коронавируса. Например, пермский балалайчник Андрей Киряков начал выпускать противовирусное видео. Первой пилюлей стал кавер на песню «Уна» группы «Литл Бик». Сидят в квартирах люди, боятся, что же будет. В Европе страшно выйти даже за клепом. Но мы живем в России, у нас поля большие. Пойдем на свежий воздух делать упражнения. Уна-уна-уна-уна-уна-уна-уна-уна-уна-уна-уна-уна-уна-уна-уна-уна-уна-уна-уна-уна-уна-уна-уна-уна-уна-уна-уна-уна-уна-уна-уна. Коронавирус, адьёс, адьёс. Татьяна Овсяникова, Александр Худяков, Телезионная служба новостей. Субтитры создавал DimaTorzok